МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кабмину необходимо учесть это при подготовке госбюджета на 2015 год. Данное решение СНБО имеет секретные пункты. Вчера Петр Порошенко подписал указ, которым ввел документ в действие. Украина выполняет все свои обязательства согласно с минскими договоренностями. Однако для положительной динамики необходимо, чтобы их соблюдали все стороны. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с послами стран Большой Семерки и Евросоюза. Речь идет о двустороннем режиме прекращения огня, выводе российских войск, освобождении заложников. Особенно глава Украины подчеркнул важность контроля над украинско-российской границей, создание буферной зоны и установление в этом районе действенного наблюдения ОБСЕ. Петр Порошенко поблагодарил за поддержку, которую Украина получает от ведущих стран мира в сложной ситуации. Посол США в Украине Джеффри Пает в свою очередь заверил, что в дальнейшем США будут развивать еще более тесное партнерство с нашей страной. Не снимать санкции против России до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над всей территорией, начиная с востока Украины, заканчивая Крымом. С таким призывом к мировому сообществу с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обратился премьер-министр Украины Арсений Ценюк. По словам главы правительства, отказавшись от ядерного оружия, Украина взяла на себя обязательства по его нераспространению. В обмен нам нужны гарантии территориальной целостности и безопасности. Также Ценюк отметил, что Украина имеет мало шансов получить контроль над Крымом, пока президентом России остается Владимир Путин. Несколько месяцев назад Российская Федерация аннексировала Крым. Страна, вооруженная до зубов, просто решила загробастать себе землю независимой Украины. Россия решила пойти дальше и теперь российские войска находятся на востоке Украины. Российская Федерация нарушила целый ряд двухсторонних и многосторонних международных соглашений, начиная с устава ООН и заканчивая резолюцией по борьбе с терроризмом, за который сегодня проголосовала ООН. Итак, мы знаем, что такое терроризм, и мы призываем Россию отвезти войска и артиллерию, прекратить вооружать террористов, восстановить контроль над украинско-российской границей и начать реальные переговоры, мирные переговоры. Мы страна, которая нуждается в мире, однако трудно достичь мирного соглашения под дулом пистолета, произведенного в России. Соединенные Штаты готовы восстановить отношения сотрудничества с Россией, если она изменит свой текущий политический курс, проводимый прежде всего в отношении Украины. Об этом заявил президент Барак Обама на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С его точки зрения, подписанное в Минске 5 сентября соглашение о прекращении огня в Украине дает шанс выйти на путь дипломатии и мира. Если Россия выберет этот путь, то Штаты отменят свои санкции. Недавние действия России в Украине поставили под угрозу мировой порядок. Украинцы продемонстрировали желание к реформам, но их президент сбежал, испугавшись, сбежал. После этого был аннексирован Крым и разразилась война, которая унесла тысячи жизней. Мы заставим Россию заплатить цену за агрессию, и другие государства нас поддерживают в этом. Но перед нами сложный путь. Это путь дипломатии и мира. Соглашение о прекращении огня в Украине дает шанс выйти на этот путь. Если Россия изменит свой курс, то мы готовы отменить наши санкции. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по борьбе с терроризмом. Документ осуждает насильственный экстремизм и требует, чтобы все боевики сложили оружие, прекратили теракты и участие в вооруженных конфликтах. Совет Безопасности ООН рекомендовал всем странам собирать и анализировать данные о поездках подозреваемых в терроризме, а также усилить пограничный контроль и контроль за выдачей документов. Заседание Совбеза состоялось в рамках сессии Генассамблеи ООН. Президент США Барак Обама распорядился предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 5 миллионов долларов. Она будет включать в себя снаряжение и содействие в подготовке военнослужащих. Боевые системы вооружения она не предусматривает. Об этом говорится в меморандуме, распространенном Белым домом. В документе также отмечается, что Украине может быть оказана дополнительная поддержка на сумму до 20 миллионов долларов через любое американское министерство или ведомство. Боевики продолжают нарушать мирные договоренности. Только за минувшие сутки зафиксировали 22 обстрела позиций сил АТО. Кроме того, тяжелую технику и артиллерию калибром более 100 миллиметров, ранее отведенную в отдельный участок, с отдельных участков вследствие Минского меморандума, перебросили в районы Донецка и Авдеевки. Террористы также затягивают переговорный процесс по освобождению пленных. Особенно, когда речь идет о захваченных украинских офицерах. Кроме того, в группе информационного сопротивления ожидают рост и интенсивность обстрелов позиций украинских войск. Это связано с подготовкой России ввода в Украину очередного гуманитарного конвоя. За отчетный период неконтролируемое вооруженное формирование обстреляли украинские подразделения в районе Счастья, Донецкого аэропорта и вблизи Дебальцева. Обстреливали и штурмовали позиции украинских силовиков неподалеку Никишино. Участники АТО отвечали огнем только в случае осуществления атак на рубежи, блокпосты и объекты, находящиеся под их охраной и обороной. В других секторах ответственности обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе Мариуполя полностью подконтрольна украинским подразделениям. Вместо задекларированного создания объединенных сил Новороссии террористы продолжают разборки между собой и мародерство. В результате дружественного огня боевики уничтожили российскую станцию помех. Еще одну повредили. Об этом сообщает группа информационного сопротивления. В Луганской области происходят перестрелки между разными группами боевиков. Погибли несколько полевых командиров и рядовые террористы. Кроме этого, бандиты продолжают грабить утелевшие магазины в Луганской области. Несмотря на приказ руководства так называемой ЛНР о расстреле за мародерство. Наблюдатели ОБСЕ обнаружили под Донецком три массовых захоронения. Об этом говорится в их отчете. Согласно документу, две могилы находятся возле угольной шахты Комунар в районе поселка Нижняя Крынка. Еще одно захоронение в самой деревне. На одной из могил мемориальная доска с именами пяти человек. Указывается, что они погибли 27 августа. И приписка за ложь Путина. Провести судебно-медицинскую экспертизу ТИЛ сейчас невозможно. В области просто не осталось таких специалистов. Все, чем располагают ОБСЕ на данный момент, это гильзы от пистолета Макарова, сказанного в отчете. В интернете появилась информация об очередных погибших в Украине российских военнослужащих. Как сообщает правозащитница Елена Васильева, семь грузов 200 доставили в военный поселок Тотский, четыре в Оренбургской области. Это тела бойцов 21-й отдельной мотострелковой бригады. Уже известны имена от 10 российских солдат, погибших в Украине за последние дни. Колона военной техники россиян попала под обстрел возле Дебальца 18 сентября. Больше 20 человек было убито и около 40 ранены. На своем сайте правозащитница выложила сканы документов, подтверждающие, что солдат уволили с военной службы задним числом, после того, как они погибли. Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса начнет выполняться, когда там появится местная власть. Об этом заявил вице-премьер Украины по региональной политике Владимир Гройсман. Ее выборы назначены на 7 декабря. Новоизбранная власть будет иметь полномочия заниматься данными территориями. Однако освобожденные и временно занятые террористами районы будут финансироваться не одинаково. Для территории с особым порядком самоуправления будут определены специальные механизмы, заверил вице-премьер. Закон об особом статусе Донбасса переписали. Территории и населенные пункты Донецкой и Луганской области с временным порядком местного самоуправления теперь будут определяться Верховной Радой Украины. Соответствующие изменения в очередной раз внесены в уже принятый парламентом закон. Изменения опубликованы на портале Верховной Рады. Напомню, перед этим предполагалось, что границы особых территорий определяет своим решением руководитель антитеррористического центра при службе безопасности Украины. И сегодня последний день подачи документов ЦИК кандидатами в депутаты, которые самовдвигаются в Верховную Раду. Регистрацию Центра избирком закончат 30 сентября. По партийным спискам будущий парламент обновится на 30-50%, прогнозируют эксперты. В то же время они опасаются, что именно по мажоритарной системе в новой Верховной Раде окажется много старых кадров запятнанной репутацией. Общественники призывают Центр избирком и избирателей не допустить их прохождения в парламент. Четким маркером для нас является голосование 16 января за так называемые законы диктатуры. И что мы видим уже сейчас, что среди зарегистрированных кандидатов как минимум 60 человек, действующих депутатов, снова пытаются попасть в парламент. Мы считаем, они не имеют на это просто права, потому что должен быть такой политический карантин. И если правоохранительные органы не будут с ними разбираться, то политическую ответственность они должны понести и не должны попасть в будущий парламент. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Президент Петр Порошенко расскажет о стратегии развития Украины до 2020 года. О текущих событиях в Украине будет идти речь во время брифинга председателя Верховной Рады, министра юстиции и общественных активистов. Кому выгодно падение курса гривни, обсудят ведущие украинские экономисты и политологи. Премьер-министр Украины в Нью-Йорке в рамках встречи с представителями деловых кругов США, руководством американских инвестиционных и финансовых учреждений представит правительственный план действий восстановления Украины.